всем привет с вами дмитрий михайлов вы на моем канале comment by магазин по продаже и установки дымоходов в одном месте конечно с гарантией смотрим сейчас перед вами котел budero slago max 24 киловатта это кондиционный котел который предназначен для отопления дома давайте теперь я расскажу как у нас будет система вкратце выглядеть куда буду уходить где буду штробиться ну начнем работать увидите смотрите вот у него система выход сверху ставится раздвоитель и одной трубой я заведу воздух покажу как собирается потому что очень часто говорил как надо собирать ее но не приходилось мне вам показать на этом объекте вам покажу как ставится сборник конденсата проходной именно для для подачи воздуха в камеру сгорания и отсюда вот одна шахта изначально планировала сюда но сил определенных обстоятельств из-за эстетики снаружи я покажу вам дальнейшем почему потому что грибок выходил на скат было решено мы здесь еще где-то одна шахта открыто вот в этом месте сделаем врезку то есть будем уходить совмещаться с оси и уходить в сторону ну давайте мы разберемся что будем ставить с самого начала это будет вот такой вот адаптер он ставится на котел позиционный логомакс плюс 24 киловатта два сборника смотрите прошлом видео вам показа как дворник должен выглядеть на штатном месте то есть на подачи воздуха либо для выхода газа напоминаю что здесь вот это справа сборник он собран неправильно почему потому что у него здесь нету юбки здесь сделали вот если вы посмотрите отбортовочка такая канавка с внутренней части по стену может да она видно а то есть конденсат должен стекать сверху вниз через эту юбку попадать сборник но здесь наоборот юбка смотрит вниз по должна вверх смотреть поэтому вот это я убираю он просто напомнил по видео что вы вспомнили немножко что не знаю сколько времени я разместил его видео надеюсь смотрим вот это сборник я переделал проходной теперь конденсат который будет он будет течь вниз нижнюю точку то есть вот сюда и здесь будет слив в канализацию теперь он сделан правильно то есть юбка смотрит вверх пришлось переделать ну бывает такое очень часто это монтаж поэтому никуда от этих вещей не делаю не денетесь хорошо когда все хорошо но маловероятно что вам придется идти сухим из воды то есть взять руки болгарки либо какой-то там дополнительную ножницы или элемент чтобы поработать обработать металл поэтому да я его сделал вот он входит вовнутрь сюда уже вставочка пойдет следующее вот так она будет выглядеть все и конденсат который есть он пойдет обратно до этого было сделано все наоборот неправильно это попробуйте меня переубедить если там производитель вилл просмотрит меня литовские давайте обоснуйте пожалуйста почему вы сделали вот таким образом сборник конденсата что у него юбка смотрит вверх вот так да представители говорят что это проходной сборник в горизонтальном положении ну как это горизонтально еще раз напоминаю если мы поставим сюда кусок трубы ну вот ставим трубы то отсюда несмотря на то что это газоплотная резинка может подсечь конденсат никуда вы от этого не денетесь замазать герметиком ну да зачем тут это делать скорее всего просто вы ошиблись и друг друга начали пытаться поэтому обдумайте этот момент это очень важно переделайте их их надо переделать все будет у вас отлично и конечно у нас дальше у нас идет угол 45 градусов он уже собран по конденсату обратите внимание чтобы когда углы собирается чтобы сборка шла сверху вниз видите обязательно чтоб конденсат стек вниз роликовая сварка все герметично здесь эти самые места никаких прожигов нет это радует но и здесь тоже ничего нету стыка никакого и конденсат капает вниз это сразу угол потом 90 угол градусов вот так пойдет он я вам все покажу он гофрирован и это очень важно потому что в сегментах бывают конденсат застаивается и через стыки конденсат то есть капельки это тоже бывает это проблема поэтому в первую очередь продавцы пластика не знают о том что есть такие сегменты и на это делают внимание что из этих мест углов 90 стыков течет конденсат дайте чуть но не выйти поэтому смотрите наблюдайте что есть такие углы представители либо поставщики газового оборудования и дымоходов которые комплектуете все это метраж стандартно пошел как еще отличить примеру вам нержавейку 316 по 304 либо другой данная должна быть пронумерована вот это европейский стандарт у нас республики беларусь адаптирована европейский номер 1856 вот видите один 2009 года также есть 1856 . 2 это говорит о том что трубы прошли испытания и для каждой трубы вы каждая труба может использоваться в определенных условиях то есть эта труба может стоять на газовых агрессивность идея то есть 316 марка стали вот метраж пошел у нас не знаю сколько метров 6 или 7 и дальше это переход на утепленную трубу такая насадочка также на все по конденсату собирается с газоплотной резинкой везде везде на всех сегментах стоит газоплотная резинка кондиционных котлах обращайте на это внимание если нету ставьте герметик может бывать региона далеко находитесь но нет 316 марку могут скрутить резинки нет доставьте на красный герметик будет стоять утепленка труба тоже с газоплотной резиночкой это очень важно все смотрим монтирую и покажу вам как будет стоять у нас дымоход собраны много кончил я монтаж дымохода наверху сейчас объясню почему мы сместили сторону почему не вошли бы сразу ближайшую шахту тоже я вам обещал что покажу но и показываю смотрите немножко на лестнице тяжело стоять высоко довольно вот наша нижняя шахта иди сюда труба вот она то труба канализационная 110 диаметра я также и загильзовал то есть шахту и у нас если мы вышли бы вот в эту точку в ближайшую шахту труба вышла было здесь ровненько на стыке угла заказчик не захотел говорит дмитрий давай сместимся есть возможность верит если технически это возможно давай смещаться у ки никаких проблем поэтому мы ушли в сторону мы не вошли передней шахт соглашусь ли это с ним соглашусь с точки зрения эстетики но это некрасиво может быть даже и очень и когда ты ставишь что-то от кольцо уплотнения потом в дальнейшем вот сюда вот на угол тоже некрасиво смотрится сейчас все четко ровно труба вышла кольцо уплотнения а насадка верхняя напомню что эта труба 80 на 140 это утепленная труба внутри оси 316 так используется для кондиционных котлов это очень важно мой вам совет ставьте утепленные трубы для того чтобы уменьшить количество конденсата насколько он уменьшится ну одного богу известно то что его будет меньше да его будет меньше и утепленная труба вот такая насадка верхняя она также собирается по конденсату а наружнее по дыму и никаких грибков ставить нельзя ни в коем случае вообще грибки они запрещены по крайней мере нас республики беларусь насколько я знаю и в ближнем зарубежье тоже россия украина если я ошибаюсь поправьте меня именно по строительным нормам они по слухам у соседа стоит и все отлично нет для кондиционные котлы не ставьте грибки они задыхаются обязательно убирайте грибок и ему будет легче он будет легко работать и ни в коем случае не оставляйте не важно как вы работаете высота не высота у вас факторы какие есть не оставляйте под грибком если вы оставите под грибком дымоход под газовый котел а особенно конденсатник ну это будет беда то что вы сделали вот эту вот красоту это все просто потечет ржавчиной и вы просто будете менять отделку обшивку потому что вы не сможете с этим жить то что это ну некрасиво и также вот смотрите сейчас здесь на заднем плане это канализационная труба ну я вам напоминаю что заказчик попросил загильзовать потому что ему не понравилась шахта а как сделано ну и вот это вот еще одна 110 труба я загильзовал полностью всю систему собрал по конденсату и внизу поставил тройнички даже если конденсат какой-то будет а он будет никуда вы от него не деться он просто будет стекать весь в тройники и там со временем будет высыхать а все теперь давайте спускаться вниз вот такая моя работа еще раз напоминаю кровельная ну я и доволен спускаемся вниз покажу вам что я сделал по обвязке закончил я монтаж дымохода для кондиционного котла buderus logomax смотрите котел во первых я пустил на 30 сантиметров от начального уровня а почему объясняю я попал в арома пояс а попал в арома пояс ну пришлось немножко спуститься поэтому согласовал при этом а сейчас у нас табло нижнее обслуживание на уровне груди это удобно это хорошо что не получилось еще ниже арома пояс обязательно такие моменты согласовываю заказчиками потому что я работаю в первую очередь для вас и вам должно быть комфортно после моей работы а на котле и там выход 80 на 125 поэтому я поставил адаптер либо раздвоитель штаны его называют ну кому как угодно как правило в документации он идет адаптер а 80 125 на 80 80 надо смотреть потому что они ни в коем случае не должны быть из алюминия я имею виду трубу которая идет под выход газов там должна стоять пластмассовая труба и дальше система пошла с одной стороны у нас под газоход то есть 616 марка стали и мы ушли в шахту а другая система пошла на воздух для того чтобы поступал воздух в камеру сгорания для этого котла это необходимое условие смотрите прежде чем что-то сделать вам советую потому что я котлы меняются котлов очень много производителей много надо смотреть техническую документацию по дымоходам они не все производители котлов этом уделяют внимание достаточно ну слава богу buderus отличается потому что это бренд несмотря на то что он сейчас собирается в турции именно этот котел не знаю как остальные потому что у меня и российские котлы были может это наклейка может еще что-то не знаю но вот этот произведен в турции и смотрите документацию технически еще раз вам повторяю потому что если у вас что-то пойдет не так потом бороться с сервисниками сервисными фирмами ну не дай бог будете искать крайнего собран дымоход неправильно воздух подан неправильно поэтому нет ни в коем случае все должно быть согласно технической документации пошли тебе поближе покажу вам какой кусок работы я сделал потому что ему поинтереснее будет смотрите у нас вот эта вот система так называемый раздвоитель обязательно вот эта пластиковая труба здесь должна быть ни в коем случае не алюминий еще раз повторюсь потому что газы выходят это агрессивная среда и определенные требования для дымоходов стоят поэтому алюминий ни в коем случае не должен быть смотрите после раздвоителя как вот я поставил с левой стороны мы ушли в стенку а в стенку ушли все конденсат который будет возникать потому что у меня звонят люди очень часто дмитрий помогите решить вопрос с конденсатом как он решается вот таким вот образом сюда шланг одевается любой шланг и выводится в канализацию все автономно вы забываете у вас на фасад не будет течь вода до конденсат потому что конденсат он всегда будет никуда вы от него не денетесь с воздуха мы разобрались пошлите еще одну интересную очень вещь вам покажу мне очень понравилось потому что в комплекте с адаптером еще идет вот мы через стенку вышли напомню стена здесь 800 миллиметров чтобы понимали какую работу сделал вот такая вот решетка я за все время первый раз и встречаем это очень как бы меня порадовало все труба вышла здесь дополнительно изолируется почему такой участок длинны потому что еще неизвестно какое утепление а будет на какую толщину поэтому всегда можно достать этот кусок трубы вот двадцать пяточка стоит достали обрезали сколько надо и потом заподлицо подогнали все надо только оставили этот вот планчик под воздухом ну и вот это меня вещь очень удивило в комплекте идет с родным адаптером ну а здесь у нас дальнейшем вот две системы вот выход газа да ну с этим мы разобрались обязательно все стекает по конденсату вот этот сборник я переделал переделал потому что он был сделан неправильно если меня кто-то из представителей вилпро еще раз повторюсь смотрит ну регламентируйте мне интересно может быть в идею него другая какая-то была это мне пришлось переделать все ну а дальше так как мы ушли вот в эту шахту они самую ближайшую поставили разгон на участок угол 45 и 90 угол и под наклоном мы врезали шахту все здесь также под наклоном труба выходит с креплением все стоит все ровно а ну мне нравится такая работа мне нравится потому что заказчики когда приходят они просто обалдевают но и обязательно перед тем как купить дымоход проштудируйте информацию какая труба есть на вашем рынке потому что возможно что и 316 у вас нет но есть пластмассовая труба окей покупайте пластмассовую трубу только не ставьте ее на улице она должна стоять здесь на улице ни в коем случае она стоять не может ее разрушает ультрафиолет на этом буду заканчивать свои видео красивая картинка да мне нравится это очень важно потому что я борюсь за две вещи с первое это техническая составляющая и 2 эстетика к счастью здесь мне получилось два компонента соединить в один все с вами был дмитрий михайлов подписывайтесь на мой канал заказывайте монтаж дымоходов всем хорошего настроения пока